Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида. И сегодня мы будем читать 10-й псалом. Феодорит Кирский и Афанасий Великий свидетельствуют о том, что этот псалом рассказывает о следующем. Давид, гонимый Саулом, написал этот псалом по внушению Святого Духа тем, которые советовали ему искать спасение в бегстве. Но приличествует он и всякому, претерпевающему обиды от врагов видимых и невидимых, и возлагающему упование свое на Христа Бога. Написано в конец, это надписание псалма, указывает на последний праведный день страшного суда Божия. То есть некоторые псалмы с надписанием в конец, они как бы приготовляют нас к самым последним гонениям, последним испытаниям. Итак, псалом начинается над писанием начальнику хора, псалом Давида. На Господа уповаю я, как же вы говорите, душе моей улетай на гору вашу, как птица. Да, действительно, здесь говорится на Господа уповаю, то есть говорится как бы в единственном числе я уповаю. Как же вы говорите, душе моей, опять единственное число моей, а вот слова улетай на гору вашу, как птица, слово улетай, оно в оригинале произносится как нуду, то есть улетайте во множественном числе. А прочтение допускается нуди, то есть в единственном числе улетай. Почему так? На Господа уповаю я, как же вы говорите, душе моей улетайте на гору вашу, как птица. То есть как бы появляется неожиданно множественное число, потом оно пропадает. Не как птицы сказано, а как птица. Речь идет о том, что враги Давида злоумышляли не только погубить тело Давида, но они хотели погубить его душу. И в этом смысле есть как бы два рода наших противников, врагов. Это те, которые ищут гибель нашему телу, это чаще люди, и те, которые ищут погубить нашу душу. Поэтому это слово «улетай» в оригинале стоит именно во множественном числе, потому что речь идет о том, что если дьявол берется за человека, действует ли он непосредственно сам или через кого-то еще, через людей, он хочет погубить и наше тело, и нашу душу, и сломить наш дух. Но Давид молится, на Господу уповаю я. Как же вы говорите душе моей, то есть о жизни моей? Улетай на гору вашу, как птица. То есть, как же вы желаете гибель и моему телу, и моей душе? Разве вы властны над моим телом, тем более над моей душою? Потому что все это принадлежит Богу. Как о сотворении человека и сказано в книге Бытия. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть, враг все время пытается нас повергнуть в бегство, согнать нас как бы с нашего места, образно как бы из насиженного гнезда, чтобы мы куда-то улетели. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». Сразу возникает вопрос, а разве удобно стрелять во тьме? О чем это? Речь идет о том, что враги злоумышляют о нас самое страшное, самое худшее. Они натянули лук, стрелу приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. А вот движение стрелы, куда она полетит, это от них уже не зависит. Господь может движением ветра поменять траекторию полета этой убийственной стрелы. То есть Господь действием Духа Святаго может защитить нас от любых искушений, нападков, от любых стрел, которые могут лететь в нашу сторону. И возможное прочтение этих стихов. Управителю от Давида в Господе я укрытие обретаю, как вы говорите моей душе, чтобы прочь летела от вашей горы, как птица, ибо вот нечестивый натянул лук, приставит свою стрелу к тетиве, чтобы стрелять во мгле в прямых сердцем. И далее мы находим следующие слова. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Вот эта фраза, она заслуживает нашего особого внимания. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Некоторые экзегеты под основанием понимают скрижали Моисеева закона. Помните, братья и сестры, когда Моисей спускался с горы Синайской, он нес скрижали закона, и там содержались основания Божьих заповедей, десяти словия. И когда он узнал, что в этот момент народ Божий хороводит вокруг золотого тельца, то он понял, если он принесет сейчас скрижали, а там написано «не делай себе кумира» и никакого изображения, то народ станет виновным не только друг против друга, что они довели себя до такого безумия, но и против Божьей заповеди, то есть против Создателя. И Моисей разбивает скрижали. Потому что, когда приходит закон, как пишет апостол Павел, пришел закон, и грех усилился. Когда разрушены основания, что сделает праведник. Все предано забвению, нравственные предписания, Божьи заповеди. И что делать праведнику в такой ситуации? Начать проповедовать закон, но закон — это как зачитывать смертный приговор другим людям. Потому что закон говорит проклят, 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 проклят. Что сделает праведник? Праведнику надо проповедовать Божье прощение, то есть Евангелие. А само слово «евангелие» означает радостную или благую весть. К сожалению, у нас сейчас есть очень много таких проповедников, которые проповедуют гибель всего мира, пришествие Антихриста, и совершенно не рассуждают о Христе. Вопросы о трех шестерках там, они очень их волнуют. Каким будет Антихрист? Они не говорят о печати Божией, о которой тоже говорится в книге Откровения на Богослово, то есть о святом миропомазании. Они не рассуждают о пришествии Христа, что Он придет спасти людей своих от грехов их, а они не рассуждают о том, что Господь заберет своих перед наказанием этого мира. И это печально, когда разрушены основания, когда закон, ослабленный плотью, как пишет Павел, оказался бессильным довести кого-то до совершенства. тогда начинается проповедь Евангелия. И Христос приходит в этот мир к тем, которые не испытывали иллюзии относительно себя, они знали, что они грешники, они знали, что они нарушители закона. Однажды ко мне пришел мусульманин, и он мне задал вопрос, а можете спастись мусульманин? Я ему сказал, любой человек может спастись, если он будет выполнять волю Божию. Человек может называть себя христианином, мусульманином, иудеем, как угодно. Но человеку, чтобы спастись, ему надо исполнять Божий закон, не нарушать его, не убивать, не прелюбодействовать, не воровать, почитать отца и мать, почитать единство божественное, праздники Божьи отмечать и так далее, и так далее, и так далее. И я его спросил, вот вы все это делаете? Он так вздохнул и говорит, да нет, не очень получается. У него проблемы были с женщинами, несколько разводов. Он говорит, а если не получается исполнить весь закон? Тогда я ему говорю, вот на этот случай существует христианство. когда у человека ничего не получается, а это реальность, в которой живут все люди, вот на этот случай существует евангельская весть о том, что Христос приходит в этот мир, чтобы умереть за нечестивых, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, и добавляет, едва ли кто умрет за праведника. А действительно, зачем умирать за праведника? Поэтому вот эти слова, когда разрушены основания, что сделает праведник? Это свидетельство об такой экзистенциальной безысходности в Ветхозаветной Церкви обрести спасение собственными человеческими заслугами. Как апостолы шли за Христом и спросили, кто же может спастись? На что Христос ответил, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И далее Давид восклицает, «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его испытывают сынов человеческих». Давайте прочитаем третий и четвертый стих, как это выглядит в дословном переводе. «Ибо силки распадутся о праведной, что содеял Господь в своем чертоге святом, Господь на небе его престол, его глаза взирают, вежды его проверяют сынов Адама». Здесь мы видим, что Господь вездесущий, Господь во святом храме, «Господь на престоле, на небесах, очи его зрят на нищих, вежды его испытывают сынов человеческих». То есть он везде. И укрыться от Бога невозможно. Кстати, свидетельство о том, что Бог вездесущий, это свидетельство, оно помогает нам избегать греха. Потому что если невозможно избежать присутствия Бога, совершенно очевидно, что в присутствии Бога нельзя грешить, и человек этой мыслью изгоняет саму возможность совершения греха. И древние, вот во времена Иисуса Христа, они говорили так, «Помни, что над тобою око видющее, ухо слышащее, и книга, в которую записываются все твои деяния, и не согрешишь вовеки». Это очень разумно осознавать, что ты живешь в присутствии Бога. Был такой случай, когда к преподобному Ефрему Сирину пришла проститутка, блудница, и говорит, «Ты такой красивый монах, я хочу с тобой немедленно лечь». А он тогда остановился в гостинице. Он сказал, «Хорошо, я с тобой лягу, если ты захочешь, только не здесь». Он привел ее на городскую площадь, где было очень много народа, и говорит, «Давай здесь ляжем». Она говорит, «Да ты что? Смотрите, сколько народа!» А преподобный Ефрем говорит ей, «Ты боишься людей, которые подобны нам, а я боюсь Бога, который везде сущ, и уйти от присутствия Его действительно невозможно». Мы не можем уединиться в абсолютном понимании этого слова, потому что тот, кто восседает на престоле, он же в святом храме, вежды его испытывают судов человеческих, то есть проникают внутрь нас. Господь испытывает праведного, сказано далее, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. То есть Господь проницает каждого из нас и праведного, и нечестивого, а любящего насилия ненавидит душа его, потому что любящий насилие – это злодей, который наслаждается страданиями других людей. Кстати, слава Богу, таких мало, которые наслаждаются страданиями других людей. Это люди, которые называются плотскими. Значительно больше душевных людей – это люди, которые хотят, чтобы им было хорошо и другим хорошо, таких подавляющее большинство, но меньше всего духовных людей, которые готовы сами терпеть, страдать, только бы у других было благо. Поэтому праведный цадик – это слово еврейское, оно близко к слову цедака. Это тот, который все время благотворит другим людям. И был такой случай, когда один праведник, он, значит, пошел на базар, потому что готовилась свадьба его дочери, и он решил, значит, купить там продукты, чтобы стол накрыть. И в это время он увидел, как идут сборщики милостыни. А они увидели этого цадика, этого праведника, и бросились от него бежать, потому что они знали, что он все может отдать, а потом жена его будет бегать за ними, верните, нам не на что жить. И они стали убегать от него, а он погнался за ними. Он увидел, что вот собирают подать на нуждающийся цедаку. И он нагнал и спрашивает, а вы для кого сегодня собираете деньги? А они говорят, вот есть один бедный юноша и бедную девушку, они сироты, у них нет родителей. Вот на их свадьбу этот человек подумал и решил, у этих людей больше основания получить эти деньги, чем в моей семье. У моей дочки есть и мать, и я отец. И отдал им. И оставил себе там какую-то маленькую монету. Пошел на эту монету, купил там зернышко какое-то, пошел домой, проходя мимо амбара, бросил туда и вернулся в семью и сказал, вот так и так, они там больше нуждаются, у них нет ни отца, ни матери, а у тебя дочка есть, и я, отец, и мама есть. Все нормально. Жена, которая уже отчаялась исправить ситуацию, она махнула рукой, а он пошел помолиться в храм. Когда он возвращается, видит около его амбара, куда он бросил это зернышко, там толпа людей огромной собралась. Все шумят, кричат, и жена его, он спрашивает жену, что там? Она говорит, твой друг, то есть Господь, прислал подарок на свадьбу. Он открыл этот амбар с трудом, и там это зерно посыпалось, то есть все было переполнено вот этим зерном, которое Господь произвел из одного зернышка, так что весь амбар был полом. То есть праведность и жертвенность это понятия неразделимые. Нельзя быть праведником ради себя самого. Например, человек воздерживается от греха, потому что он боится, что его в аду там посадят на сковородку и будут пытать. Вот такая мотивация не сохранит от греха. Человеку не получится. Это ложная мотивация. Хотя в некоторых случаях она работает, сказано, о иных страхах он спасает. Подлинная праведность это стремление уподобиться создателю, который заботится о всех птицах небесных, о всех зверях полевых, кормит всех рыб в море, заботится о разных народных племенах, посылает им пищу на каждый день. Поэтому Господь испытывает праведного, то есть Он хочет знать мотивацию его праведности. Если человек совершает праведное деяние, чтобы в ад не попасть, Господь может и это одобрить в некотором смысле. Но когда человек творит дела праведности, хочет быть святым, потому что Господь свят, и хочет быть праведным, потому что Господь праведен, а Господь создал нас по образу и подобию своему, это более угодная Богу мотивация. Сам Бог призывает нас к этому словами из закона. Будьте святы, потому что Я свят. И последние слова этого псалма. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, палящий ветер, их доля из чаши». Из чаши божественного гнева. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведник. При описании гибели мира очень часто используется образ гибели Содома и Гаморы. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу». Почему? Святы отцы дают объяснение, что описание конца этого мира очень сходно с описанием гибели Содома. Потому что в последние времена будет страшное мужестрастие, когда люди оставят жен своих и будут гоняться за отроками. Будет страшная безнравственность, и мы реально наблюдаем, как осуществляется легализация этих пороков гомосексуальных, и когда, наоборот, их объявляют некой нормой поведения. И в некоторых странах даже могут осудить проповедника Евангелия за то, что он грех называет грехом. Поэтому участь Содома и Гоморы ожидает весь этот мир, потому что люди повторяют грехи Содома и Гоморы. А чтобы убежать из Содома и Гоморы, надо сподобиться помощи ангелов божьих. Как семейство Лота, они не могли самостоятельно выбраться из этого города, потому что Содом и Гомора поселились в их сердцах, и Бог послал двух ангелов, которые вывели их, взяв за руки, из этого гибнущего места. Итак, сегодняшний псалом касается целого ряда интересных вопросов, и я думаю, что не безинтересно мы исследовали сегодня этот красивый текст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова